Прекрасное время, юность! Пой сколько хочешь, а самое главное, никакой фонограммы и другой компьютерной обработки голоса. А как выступали наши любимые артисты и знаменитости до того, как стали известными? Сейчас вы узнаете. Это АП! Академия порядочных парней С вами, как обычно, Вика, и это канал Академия порядочных парней. Ставь лайк, если слушать музыку и живые выступления любишь больше, чем ходить в школу или универ. Мало кто знает, что Ольга Бузова начала свою карьеру еще на Доме-2. В последнее время в сети распространилось ее выступление в курилке, где она исполняет хит группы Аква I'm a Barbie Girl. Звучит вполне неплохо, как для хоум-видео, особенно если учесть, что звук пишется со скрытой камеры. При этом самое настоящее живое выступление в формате акапелла, где никакой любимой Олиной фонограммой даже и не пахнет. Однако в 2007 ситуация изменилась до неузнаваемости. В общем, смотрите сами. Ай-яй-яй, поиграла, поиграла я с тобой, только легче мне не стало, и не стала я другой. Ай-яй-яй, окрути. Победитель Евровидения Дима Билан с детства был неравнодушен к музыке. Сейчас трудно представить его совсем молодым, ведь артист недавно отмечал свой 38-й день рождения. Тем не менее, нам удалось найти архивное видео выступления 16-летнего вокалиста. Там Дима предстает высоким неуклюжим парнем, который просто феноменально исполняет песню Валерия Меладзе «Актриса». Невероятный артистизм, сильная подача и работа над собой впоследствии помогли Билану стать звездой, которая сияет от горизонта русского шоу-бизнеса и по сей день. Группа Тату, а именно Юлия Волкова и Лена Катина, были невероятно популярны во всем мире. Пик их популярности пришелся на начало нулевых. Когда отовсюду наносились «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». Тогда девчонкам было всего лишь по 16 лет, но как они пели до своего триумфа? Лена и Юля вместе выступали в ансамбле «Непоседы». Их не по-детски взрослые и сильные голоса выделялись на фоне сперстников. Поэтому неудивительно, что в 99-м образовался новый дуэт, который до сих пор является самым успешным русским проектом Британии, Японии и Австралии. Сейчас Егор Крит очень популярный исполнитель, который по щелчку пальца может собрать целый стадион. И если в данный момент он обожает играть с автотюном, то в 16 лет он читал андеграунд рэп о любви. Делал при этом он все довольно профессионально в лучших границах старой школы. Те же рифмы, подача флоу и, конечно же, раздвоение звука. Все это позволило Егору получить известность, а позже примкнуть к черному лейблу, который занялся уже дальнейшим пиаром молодого таланта. Не сходи с ума, не жалей ни о чем. Глупая, ведь ты мне все простишь потом. Звезда ансамбля «Непоседы» Сергей Лазарев с детства стремился быть на ведущих ролях. Поэтому неудивительно, что в раннем возрасте он стал ведущим солистом коллектива. Судьба разбавит два крыла, мечте умчит, она меня... Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу. В 14 лет экс-солист группы Smash имел великолепно поставленный вокал, который позволял с легкостью исполнять самые сложные партии. При этом все делалось легко и играючи. А сам певец признавался, что постоянные репетиции и выступления приносили ему настоящее удовольствие. Сладкоголосая поп-дива Бритни Спирс получила мировое признание после сингла Baby One More Time. Однако, что было до? В 11 лет певица поразила зал в эфире вечернего шоу песней Love Can Build a Bridge. Девчонки Приятный бархатный голос и не по годам взрослое исполнение привели в восторг к публику. Трудно поверить, но тогда не было характерного мяуканья. На его месте находилась уверенная хрипотца, который уж точно не ожидаешь от милой маленькой девочки. Пройдут годы и Бритни возглавит Чарт Милборд, а ее песни будут припевать не менее известные популярные артисты. Сначала над тобой смеются девчонки, когда ты поешь на улице под гитару, а после ты становишься одним из самых успешных музыкантов мира. Именно так можно описать творческий путь Джастина Бибера. Что мы знаем о Риане? Начала свою большую карьеру стрека Umbrella, который сразу стал хитом номер один на ее родном Барбадосе. В сети сохранилось редкое видео с 15-летней исполнительницей. Тот самый голос и классный вокал уже тогда прослеживались молодой девочке. Иначе как объяснить бурные аплодисменты уже на первых секундах исполнения? Риана очень круто спела вживую, что успешно делает и сейчас, вообще не прибегая к фонограмме. В 99-м году Эминем ворвался в большую рэп-игру и перевернул весь мир современного хип-хопа. Но с чего же начинала свой старт будущая легенда? В 96-м году Маршал активно участвовал в баттлах, где повышал уровень читки и фристайла. Также в это время он начинает давать свои первые локальные концерты, на которых исполняет свои первые треки. Получается очень круто и уже через три года выходит его взрывной микстейп, а мир узнает, кто такой Слим Шейди. Уникальный вокал на легком надрыве Сюзанны стал ее визитной карточкой. Сейчас девушка популярна, у нее толпы поклонников, а концерты собирают полные залы по уши влюбленных фанатов. Перенесемся на несколько лет назад и увидим кастинг-шоу «Х-Фактор». Жюри полностью забраковали юную певицу, которая спела не особо выразительно, по их мнению. Пройдет время и уже сама Сьюзи будет давать уроки вокала и со смеком вспоминать свою певицу. Это первое большое выступление. Ну а вишенкой на торте выступает Ксения Анатольевна Собчак, которая явно с детства мечтала стать певицей и покорить шоу-бизнес. И как хорошо, что у девушки хватило головы на плечах не развивать свою музыкальную карьеру, будучи известной медийной. Ну что ж, на этом все, с вами была Вика и это был канал Академия Порядочных Парней. Кого бы ты хотел видеть в следующем выпуске, пиши в комментарии. Если это видео собирает 10 тысяч пальцев вверх, то мы сделаем еще одну часть. Ну и конечно же, не забывай подписываться на канал и нажимать колокольчик. Мы увидимся завтра. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!